Всем привет! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем учиться говорить звук Ш вместе с Кважиком. Урок номер один. Ну что, Кважик, давай будем с детками играть. Например, я тебе задаю вопрос. Что пожарный надевает на голову? Кашку или каску? Так, 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 дайте-ка подумать. Конечно, пожарный на голову надевает каску. Конечно, каску, потому что кашка, ну это каша, или кашка, цветочек есть такой, кашка. А каска, это на голову такая каска для пожарного. Теперь ты, Кважик, давай. Художник рисует басню или башню? Ну-ка, ребята, подумаем, что художник рисует, басню или башню? Вообще-то, басню художник тоже может нарисовать. Ну, навряд ли. Скорее всего, художник рисует башню. Башню. А басня, это что такое? Это такая сказка. Сказка с особым смыслом. Например, стрекоза и муравей или слон и моська. Может быть, вы такие еще не знаете? Обязательно попросите ваших родителей прочитать такую басню. Дальше. В булочной большая шайка. В булочной большая шайка. Ну, конечно, не шайка, а сайка. Сайка это такая булочка. В булочной сайка. Теперь я спрашиваю. Кашу следует шалить или кашу следует солить? Дайте-ка подумать, дайте-ка подумать, дайте-ка подумать. Кашу следует кушать и с сахаром тоже. Нет, Квашик, подожди, давай без шуток, давай по-честному. Кашу следует солить или шалить? Какой звук? Кашу следует солить. Правильно, солить. И последнее, последнее. Давай ты скажешь. Давай-давай. Кличка нашей кошки Маска или кличка нашей кошки Машка. Ну, вообще-то кошку Маска называть навряд ли будут. Маска, карнавальная, новогодняя. Сейчас все ходят в таких масках медицинских. Кличка нашей кошки Машка. Ее зовут Маша и кличка Машка. А теперь, ребята, внимание, задание номер два. Повторяйте за нами вместе с Кважиком. Повторяйте. СА-ША. Кважик, давай, покажем всем. СА, широкая буква, СА-ША, узкая. СА-ША. Дальше. СО-ШО. Прям ручками делайте вместе с нами. СО-ШО. СУ-ШУ. А теперь наоборот. ША-СА. ШО-СО. ШУ-СУ. А теперь два раза подряд, как зарядка. СА-ША-СА. СА широкая, потому что у нас с вами улыбочка. СА широкая из-за улыбочки. СА-ША-СА. И еще раз с вами. СА-ША-СА. Теперь так же точно со звуком О. СО-ШО-СО. Когда улыбочка, тогда лапки в стороны, как у кважика. СО-ШО-СО. СЫ-ШИ-СЫ. Давайте вместе. СЫ-ШИ-СЫ. И еще раз. СЫ-ШИ-СЫ. О, как мы с вами научились. А теперь без рук. Давайте без рук. А я без рук, а я без рук могу. Давайте с ногами. Нет. С ногами мы делать не будем. Мы просто скажем СЫ-ШИ-СЫ. Улыбочка, дудочка, улыбочка. СЫ-ШИ-СЫ. Ну вот и все. Такое задание мы сделали. А теперь артикуляционная гимнастика вместе с нами. Будем делать упражнение для нашего язычка, чтобы получался звук Ш. Итак, первое упражнение, которое мы с вами будем делать, это вот это. Накажем непослушный язычок. Просто пошлепаем по язычку. ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА. ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА. Вот так вот лапочками. ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА. Второе упражнение. Лопаточка. Высовываем язычок. Э. И держим его спокойненько. Э. Подержали. Кважик, давай ты тоже будешь держать язычок. Ребятки, держим. Э. И язычок вообще не дрыгается. Лежит, как на пляже. Э. Молодцы, хорошо. Следующее упражнение. Чашечка. Попробуем закрутить вот так вот наш язычок в чашечку. Э. И подержать. Давай я покажу, Кважик, подожди. Вот так я надену. Кважик, смотри, тебя язычок облизывает. Облизывает, облизывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не надо меня. Да, облизывает. Он тебя любит. Смотри, как он тебя облизывает. Но мы делаем из язычка чашечку. Э. Со всех сторон поджимаем. Еще сильнее. Угу. Еще раз. Э. И чашечку подержим. Угу. Молодцы, ребятушки. Следующее упражнение наше самое любимое. Называется... Лошадка. Итак, на лошадке мы поскачем. Пошли. Лошадка у нас может очень сильно скакать. Может скакать аккуратненько в зале. И может скакать в закрытой конюшне. Начинаем. Лошадка просто скачет, как хочет. Теперь в зале подбородочек не двигается. Кважик, помоги. Подержи мне. Вот так давай. И ребятушки со мной. А теперь закрыли зубки. И лошадка в конюшне в закрытой скачет. Молодцы. Молодцы какие. Молодцы. Дальше упражнение грибок. Тянем грибочек. Чтобы грибочек получился, кважик, нужно нам с тобой присосать язычок, как будто бы лошадка. Идет только медленно. Медленно идет лошадка. Вначале быстро бежит. И совсем застряла. И получается грибочек. Мы его выращиваем. И срываем. Давай, кважик, вместе. И срываем. Еще раз тянем. И срываем. Хорошо. А следующее упражнение. Гармошка. Присасываем грибочек. А потом качаем гармошку. М, 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 м. Покажи, кважечка. М, 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 м. Качаем, качаем. Язычок наверху приклеенный остается. Открывается и закрывается ротик. Дальше следующее упражнение, которое мы сегодня сделаем, называется конфетка. Будем с кважиком ловить конфетку. Кважик здесь ловит и здесь ловит. Давай. Ловим конфетку. Потрогали тверденький язычок свой. Кважик, давай ты у меня потрогаешь. Детки, посмотрите. Ты же мой хороший. Давай. Потрогай меня вот здесь вот. М, 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 м. Ну-ка, у тебя я потрогаю. Ой, у кважика какая твердая конфетка. У вас, ребятки? М, 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 м. И ловим конфетку. М, 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 м. И кважик, давай. М, 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 м. Хорошо, молодцы. А теперь вкусное варенье. Нужно язычком облизаться. Ну, фу! Ну, подожди, я деткам покажу. Но я не хочу! Нет, надо облизаться только своим языком, а не чужим, конечно. Мне бы тоже не понравилось. Ну, взяли язычок и... Облизнули полностью ротик. Если кому-то не нравится, вы можете взять салфетку и потом сразу вытереться салфеткой бумажной. Еще раз. А можно прям по губкам аккуратно? А можно только верхнюю? А-а-а-а. Вот так и так язычок. Оп-оп-оп. Хорошо. Следующее упражнение. Качели. Качели. А-а-а-а. А-а-а-а. Язычок качается вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Сейчас мы с кважиком вам покажем. И вы с нами делаете язычок широкий. На двоих рассчитан, чтобы двое могли сесть. А-а-а-а. А-а-а-а. А-а-а. Хорошо. А теперь щёточкой. Как щёточкой чистим зубки? Зубки показали. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Хорошо. И внутри. Под зубками. И внизу, вот там. Нашли зубки внизу. Молодцы. Следующее упражнение. Погреем ладошки. Как будто они у нас замерзли вот так. Потерли, потерли и так. На ладошке еще потерли, потерли. На букву Х. Чтоб тепленький воздух был. Еще потерли, потерли. Чувствуете теплый? А холодный ветерок знаете, как сделать? Точно так же только дуем, как ветер. И будет холодный. Так теплый, а так холодный. Ну-ка, Кважик, попробуй. Теплый. Это очень теплый. А теперь холодный сделай. Потяни губки. Ну вот, получилось? Получилось, получилось. Очень хорошо. Да. Но сейчас на улице холодно, поэтому будет холодный ветерок на улице в любом случае. И последнее упражнение. Бублик. Это упражнение мне нравится больше всех, потому что это упражнение. А ну-ка, удивись. Значит, идешь, идешь такой, идешь, идешь. И тебе говорят. Смотри. И ты такой. О. О. И удивился. Да? Сидели, сидели. О. Еще. О. И подержали бублик такой. О. Ого. Квашик. О. Молодцы, ребята. Получилось? Нужно язычок поднять наверх. Вот так. Нет. Вот так. Поднять наверх. Да, 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 да. Наверх язычок. И еще собрать губки. И получится, как будто ты дуешь вот так вот на ладошке. О. Квашик дует. О. И язычок поднимай. О. О. И получится. Итак, змейка Шуша ползет. Шушечка наша ползет по тропинке и пошипливает. Пошипливает. Ш. 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 Можно даже ручками показать. Ш. Ш. Как змейка ползет. Давай, Квашик. Ш. 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 А тут чуть-чуть подольше. Ш. И еще чуть-чуть. Ш. И еще чуть-чуть. Ш. Ой-ой-ой. Вот уже домик у змейки. Да, конечно. Сейчас мы змейку в домик и пригласим. Ш. 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 Смотрите, какое сердечко получилось. Ш. И в домик. Ш. И все, змейка домик увидела. И в домик свой прибежала. Теперь следующее упражнение. Змейка решила с нами пошипеть чуть-чуть. Посмотрите. Это буква Ш. Ну, а звук Ш. И первый столбик змейка. И мы с вами, ребята, первый столбик читаем. И с Кважиком, конечно, тоже. Да? Пошли. Как мы делаем с вами? Когда С, мы делаем улыбочку. Са-са-са. А когда Ш, мы делаем губки вперед. И язычок наверх. Наверх. Наверх язычок. Язычок наверх. Ш. 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 Дальше Ш. 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 Угу. Кважик. Ш. 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 Угу. Губки вперед. Ш. Ш. Дальше. Шу. 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 Язычок вперед. И наверх. Шу. 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 Еще раз вспоминаем, как мы дуем на ладошки. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. А теперь язык подняли и дуем так же. Ш. 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 Ура! Переходим к следующему заданию. А следующее задание мы вам с Кважиком сейчас покажем в книжке, которая называется вот так «Живой букварь». Это наша самая любимая книжка, да, Кважик? Очень-очень мне нравится эта книжка, потому что она про разные буквы и про разные ситуации с буквами. Все там буквы шипят, жужжат и делают всякие интересные вещи. Да, эта книжка нам действительно нравится. Мы ее всю с вами смотреть сегодня не будем, потому что у нас столько времени нет. Но мы посмотрим с вами Кважичка. Ну-ка, подожди, я деткам покажу. Посмотрите внимательно. Вот здесь нарисована буква Ш. Видите? В душе папа Ш и сын Ш. В душе моются, душ шипит Ш, 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 Ш. И папа, и сын моются в душе Ш, 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 Ш. Вот такая буква интересная у нас. Кважик, ты посмотри только сюда. Вот, да, 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 ой, точно. Вот, посмотрите, вот здесь вот и еще буква Ж. Кважичка. Мы сегодня только про звук Ш говорим. Поэтому для звука Ж у нас будет с тобой другая встреча. Хорошо? И поехали дальше. Смотрим сейчас на экран. Смотрим, в каких словах здесь есть нужный звук. И идем от звездочки с вами. Слово шапка. Скажем с вами шапка. И не сапка, и не хапка, и не фапка, и не тапка. А целая шапка. Да, шапка. Не сапка, не чапка, не тапка. Шапка. Следующее слово. Шахта. Шахта. Это где работают шахтеры и добывают уголь. Шахта. Язычок наверх. Шахта. Дальше. Шайба. Специальная такая штучка, играть в хоккей. Дальше. Шампунь. Повторяйте с нами. Шампунь. Не сампунь, а шампунь. Не тампунь. Давай-ка так, Кважик, я тебе буду говорить слово, и вы, ребята, слушайте. И как только слово будет правильное, вы возьмите и хлопните в ладошки. Вот так. Оп. Все. И Кважик так шлеп. Сампунь. Тампунь. Фампунь. Хампунь. Хампунь. Кважик, не смотри на меня так. Ладно. Шампунь. Да, 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 да. Вот это был правильный ответ. Шампунь. А вот этот вот зверек называется шакал. Некоторые думают, что это собака, но если уж мы с вами говорим звук ш сегодня, то, конечно, здесь не будет собаки, здесь будет шакал. Этот мальчик шалит. Он шалун. Давайте. Шалун. Правильно. Почему он шалун? Потому что, посмотрите, он котенка привязал к шарикам воздушным. Он может полететь, и котенок может погибнуть. Так делать, конечно, нельзя. Дальше. Игра называется шахматы. Шахматы. А бывают еще шашки. Ну, бывают шашки, бывают разные игры, а это шахматы. Дальше. Называется шарики. Шарики. И последнее слово шарфик. Шарфик. Как у меня. Да, Кважик, у тебя даже два шарфика. Посмотри, один желтый, а второй новогодний для тепла. У Кважика еще шапка есть, но она, когда он надевает, ему закрывает один глаз, поэтому он в шапке не ходит. Теперь мы с вами переходим к заключительной части нашего сегодняшнего занятия. Например, у нас три слога с вами. Смотрите на экран. Ша, шу и ши. Жу-ши пиши через и. А говорится на слух, как будто бы ши, да? Ши. Итак, ша-ша-ша. Что на ша начинается? Ша-ша. Я нашла, например, слово шалаш. Точно-точно. Шалаш. Такой домик из листиков и веток. Да, такой домик, кстати, строят специально в лесу для того, чтобы переждать ночь. А чтобы комары не покусали. И просто весело. И мальчишки во дворе строят. Шалаш. Еще ша-ша-ша-ша. Ищи, Кважик, ищи. Какое слово? Шила. Шила. Шаба. Нет, не шаба. Нет, это шуба. Это шина. Это... Я нашел, я нашел. Это шарики. Да, конечно, ребята, я думаю, что вы тоже догадались. Это шарики, да? Еще вот это слово, которое мне не очень нравится, когда так детки поступают. Но слово есть слово. Ша-а-лун. Ша-лун. Конечно, мальчик шалит. Ша-лун. Дальше. Следующее. Давайте возьмем теперь вот предмет. Например, возьмем с вами вот это колесо. Называется, как правильно оно? Шина. Я только что говорила, да? Шина. И какой подойдет слог? Ша? Нет. Шана? Какая еще шана, да? Шуна? Нет, не шуна. Шина. Язычок наверх. Шина. Губки вперед. Подули на ладошки. Язычок подняли. Идуем на ладошки. И говорим с вами шина. Шина. Это шиповник. Так, вот это слово, вот это слово. Теплое-теплое пальто из меха. Как называется? Шуба. Да, подбираем слог. Шаба. Нет. Шуба. Да, кважик. Шуба. Совершенно правильно. Шуба. Да. Это мы сказали шила. Шина. Шарики. Шуба. Шиповник. Шалаш. Шалун. Остались вот эти ребята веселые. Кто же это такие? Кто же это такие? Давайте думать. Клоуны? Нет, не клоуны, потому что мы сегодня с вами разбираем звук ша. Кто же это такие? Это шуты. Так называется так. Ну, скоморохи шуты. Ну, так назвали. Шуты. Шуты. Потому что они шутят. Вот они и шуты. Я тоже шучу. Значит, я шужик. Да какой ты шужик? Ты кважик. Шут, это же название, это же не имя шут. Это название, это как клоун, артист, певец. То есть название почти профессии, да? Ну, такая профессия, будем так считать. А ты кважик? У тебя профессия какая? Никакая. Я еще никем не стал. Я буду. Я, наверное... Кстати, ребята, кем вы хотите стать? Кважик, ты кем хочешь стать? Я не думал, я подумаю. Вообще-то, я бы хотел стать великим изобретателем. Ну, или доктором. Ничего себе доктором и великим изобретателем. Наверное, кважик что-то такое изобретет. Какую-нибудь одну таблетку от всех болезней. Договорились? И мне ее подаришь. Ну что ж, ребята, приятно было с вами сегодня встретиться. Надеюсь, наш урок с кважиком вам понравился. И вы научились говорить ше. Итак, всем покажите, как вы умеете ше говорить. Дуем на ладошки. И поднимаем язычок. Губки вперед. Пока-пока. До встречи с кважиком на уроках. Говорите красиво и правильно. До встречи с кважиком на уроках.